МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы здесь не ставим задачу показать какие-то там высокие спортивные результаты. Но, тем не менее, пропаганда здорового образа жизни, занятия в массовой физической культуре спорта – это, наверное, главная задача, которая стоит перед всеми органами местного соуправления, органами исполнительной власти региона. И второе – у них есть возможность пообщаться именно уже в неформальной обстановке, потому что они годами знают друг друга по деловой переписке, по телефонным разговорам, а вживую есть возможность здесь пообщаться и, конечно же, получить заряд бодрости. Я желаю, чтобы все наши сегодняшние участники именно регулярно занимались спортом. Основной принцип комплекса ГТО – это регулярное занятие. Это регулярное занятие той или иной двигательной деятельностью, которая позволяет качественно и правильно сдать нормативы тестов комплекса ГТО. То есть это должна быть стратегическая подготовка. Стоит отметить, что первую награду турнира вручили уже в рамках церемонии открытия. Организаторы отметили команду за лучшую спортивную форму. Обладателем Кубка этой номинации стал коллектив Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Мы сделали форму Министерства промышленности, чтобы форма – это в любом случае атрибут команды, и подвигает на более высокие результаты. Ну и, конечно, задача наша – сплотить наш коллектив, чтобы как не лучше это делать на спортивных мероприятиях. На первом этапе испытаний представители 24 команд состязались в беге на 60 метров и на дистанциях 2 и 3 километра. Также каждому предстояло проявить свои ловкость и гибкость в прыжках в длину и наклонах на гимнастической скамье. Силу участников проверили в отжиманиях, подтягиваниях и подъемах гири весом 16 килограммов. Каждый из участников этих стартов отмечал, что подобные мероприятия – это не просто соревнования и возможность проверить свою физическую подготовку, но и масса положительных эмоций. Ну, заряд энергии, положительные эмоции, сплочение коллектива, радость, энергия, воодушевление. Напомним, что в прошлом году главную награду по итогам состязаний получила команда Минспорта Омской области. И в этот раз сотрудники ведомства настроены вновь заполучить кубок. У нас настрой боевой, мы нацелены, конечно, мы нацелены на победу, но самое главное – это участие в этих мероприятиях. И очень радостно, что в этом году все министерства, администрация города Омска откликнулись на приглашение и пришли поучаствовать, помериться своими силами. В этом году состав поменялся, у нас влились новые сотрудники. И это очень хорошо, чтобы участвовали в соревнованиях не постоянная какая-то группа Минспорта Омской области, но, так скажем, была естественная ротация, чтобы каждый мог принять участие в выполнении норм ГТО, пообщаться с коллегами, поддержать наш корпоративный дух, ну и, конечно же, получить хорошее настроение. 9 ноября участникам Кубка губернатора по ГТО предстоит пройти еще три испытания. Сильнейших в плавании, стрельбе и упражнениях на пресс будут выявлять в физкультурно-оздоровительном комплексе Наконева.